Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! Каждый день ученые, инженеры, технологи и не только делают важные для человечества открытия или создают необычные изобретения. С начала этого года в мире науки и техники произошло множество интересных событий, о которых я спешу вам рассказать. Робот в виде дождевого червя. Звучит странно, согласитесь? Ведь в нашем представлении робот может иметь вид собаки, человека или какой-то геометрической фигуры. Но инженеры Итальянского технологического института полагают, что такое необычное устройство в дальнейшем может быть использовано для облегчения спасательных работ под завалами и проведения подземных исследований. Робот умеет ползать, при этом имитируя разнонаправленные сокращения мускулатуры дождевых червей. Устройство состоит из пяти связанных между собой мягких гибких приводов, которые способны с помощью воздуха удлиняться и сокращаться. Робот-червяк весит около 605 грамм, имеет длину 45 сантиметров и двигается со скоростью до 1,35 миллиметров в секунду. Не уходя от темы роботов, поговорим об изобретении китайских и американских ученых. Оно очень похоже на персонажа из фильма «Терминатор». Главная особенность такого робота — способность быстро переходить из жидкого состояния в твердое. Этот факт наделяет металлических малышей большей функциональностью в пространствах, недоступных или опасных для человека. Роботы сделаны из галия. Это мягкий, нетоксичный металл, температура плавления которого всего на несколько градусов меньше, чем температура человеческого тела. Жидкие роботы умеют перепрыгивать через небольшие рвы, преодолевать препятствия, перемещать объекты или разделяться на несколько кусочков для выполнения совместной задачи. Такие устройства могут найти применение в различных сферах жизни, например, проводить ремонтные работы или доставлять лекарства. Россия также не отстает от всего мира и презентует свои личные прорывы в области науки и техники. Например, ученые из Санкт-Петербургского университета создали прочную ткань. Она устойчива к воде, огню и другим факторам, из-за которых возможно повреждение. Ткань состоит из доработанных метаарамидных волокон. Это позволяет изделию выдерживать температуру от минус 80 до плюс 540 градусов Цельсия, не теряя прочности. Кроме того, ткань можно окрасить в любой цвет. Создатели считают, что такое изобретение будет иметь успех в производстве специализированной одежды, мебели или напольных покрытий. Ученые уже испытали технологию. Вероятно, уже в скором времени такая ткань будет активно использоваться. Это были все новости на сегодня. С вами был Денис Юдин. Всем хорошего дня и личных открытий. Доброе утро, дорогие друзья. Мы находимся в зале современного отечественного искусства в разделе декоративно-прикладного искусства. Сегодня мы познакомимся с произведениями заслуженного художника Мордовии Алексея Осиповича Почанина. Алексей Осипович – яркий представитель палехского искусства. Родился он в Ульяновской области, закончил Палехское художественное училище и на протяжении более 50 лет работает в различных направлениях. Он многогранный художник, работает и в области монументальной живописи, книжной иллюстрации, лаковой миниатюры и портрета. В фондах музея хранится более 10 работ этого талантливого художника. Одна из известнейших его работ представлена в постоянной экспозиции. Это «Триптих. Край мордовский». Первое панно было создано в 1979 году. Прежде чем приступить к работе, художник очень тщательно изучал мордовскую культуру. Очень тесно сотрудничал с сотрудниками музея, изучал костюмы, цветовые сочетания, особенности одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи. В результате этой кропотливой работы появилось панно «Хлеб». Центральная часть композиции состоит из трех фигур. Это мужчина, женщина в национальном костюме, эрзианки, мокшанка. И вся эта динамичная группа свидетельствует об особом порыве, об особом героическом порыве и готовности жертвовать своими силами, своей жизнью во имя великих идей. В каждом уголке этого произведения мы видим отдельные сюжеты, но в целом это одна общая история о жизни мордовского народа. Здесь художник обращает внимание и на тружеников села, здесь он воспевает и достижения в области техники и науки. Следующее панно «Непокоренное» было создано в 1980 году. Эта работа уже связана с тем, что художник обращается к эпосу «Сиежар». И мы сейчас с вами познакомимся с этой работой. В центральной части произведения мы видим «Сиежара» – богатыря-защитника мордовской земли, который бросил, оставил свои трудовые будни и встал на защиту Родины. Произведение звучит яркой патриотической нотой. И творчество Алексея Иосифовича Почанина отличается и наполнено оно такой активной гражданской позицией, духом патриотизма. И всегда в его творчестве, в его произведениях добро побеждает над злом. Следующая работа, которая также представлена в нашей экспозиции, и часть этого триптиха – это «Рожденное октябрем». Здесь уже художник тщательно интересуется историческими вехами мордовского народа. Часто приезжает в город Саранск, видит архитектуру. И поэтому в этом произведении мы увидим знакомое достопримечательность города Саранска. Здесь мы видим и памятник героям-стратонавтам, и даже наш музей Эрзи. В целом следует отметить, что творчество Алексея Иосифовича Почанина – это яркая история о жизни народа в палехском искусстве. Не зря про него говорил известный писатель, журналист Николай Иванович Шубаков, называя его творчество мордовским наречием палеха. И действительно, это особый язык, в котором воспевается яркая образность и поэтичность народных традиций. И действительно, его творчество является достоянием культуры Мордовии и России. Курс рубля постоянно колеблется, непонятно, в какой валюте хранит сбережения. Почему Банк России не зафиксирует курс? Дело в том, что правильного курса рубля, заданного раз и навсегда, не существует. У разных участников экономики зачастую противоположные интересы. Например, импортерам нужен более крепкий рубль, а экспортерам более слабый. Курс не должен обеспечивать интересы одних за счет других. При этом экономические условия постоянно меняются. Валютный рынок помогает найти баланс этих интересов и определить, какой курс нужен экономике в данный момент. Сегодня курс рубля в России в основном определяется тем, сколько валютной выручки приносят на валютный рынок экспортеры и тем, сколько валюта требуется для оплаты поставок импортерам. Мы не вмешиваемся в этот процесс, а в условиях санкции именно плавающий курс помогает восстановлению импорта. Напомню, Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в конце 2014 года, в том числе потому, что именно этот режим позволяет регулятору проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, направленную на решение внутренних задач, в первую очередь на снижение инфляции. При этом отмечу, что сейчас рубль – лучшая валюта для сбережений в России. На протяжении многих лет валютные сбережения в нашей стране были страховкой над высокой рублевой инфляцией, которую не компенсировали низкие депозитные ставки. Но сейчас доходности депозитов в евро и долларах США очень низкие, гораздо ниже, чем в рублях. Покупательная способность сбережений в этих валютах снижается. Также надо помнить, что сейчас сбережения в этих валютах в иностранных юрисдикциях подвержены рискам санкций, блокировок и тому подобное. Больше справочной информации о финансовых целях, возможных сберегательных стратегиях и личных финансовых планах можно найти на сайте финкульт.инфо. Доброе утро, дорогие друзья! С наступлением весны все дачники и огородники нашей страны занимаются посевом рассады. Перец и баклажан мы уже посадили в начале февраля, а сейчас, в март, мы занимаемся посевом томатов. Томаты можно смело высевать до конца марта, чем мы и занимаемся. Сегодня я вам покажу, как высеваю томаты я. Для этого мы подготовим питательный и рыхлый грунт. Грунт – это основа-основы для рассада. Чтобы получить хороший посадочный материал, нам нужно приготовить вкусный, питательный, рыхлый грунт. Для этого мы используем покупную землю. Огородную сюда не добавляем. Единственное, что я добавляю разрыхлители и улучшители почвы. Это вермикулит и агроперлит. Агроперлит у нас очень пылит. Обратите внимание, поэтому, когда будете заниматься подготовкой грунта, лучше всего использовать медицинскую маску. Перемешиваем все ингредиенты. И смотрите, какой вкусный, рыхлый грунт мы получаем. Хочется уделить особое внимание посадочной таре, в которую мы с вами будем высевать. Я все высеваю в стаканчики 0,5, обычные, одноразовые. Внизу мы делаем дренажные отверстия, заполняем их землей. И сажаем наши помидорки или любые другие овощи, цветы. Стаканчик я заполняю не до конца. Потому что в случае, если томатик у нас подвытянется, мы можем подсыпать земли. И он не будет у нас заваливаться и вырастет крепким. Самая главная задача дачника – это правильно выбрать семена. Томаты у нас подразделяются на индетерминатные. Это высокорослые томаты неограниченного роста. Если вы создадите им хорошие условия, они могут вырасти 2 метра, больше 2 метров. Есть томаты детерминатные. Это низкорослые томаты, а неограниченного роста. Такие обычно у нас высеваются в открытый грунт. А индеты дачники любят выращивать в теплице. Также семена у нас подразделяются на гибриды и сорта. Гибриды вы сажаете, выращиваете, наслаждаетесь вкусом. Сорта тоже самое. Только с сортовых томатов вы потом сможете собрать свои семена. И на следующий год уже не тратиться на покупку и высевать их самостоятельно. Так как за сезон я выращиваю более 150 сортов гибридов томатов, я их не замачиваю. И не кладу на проращивание, потому что это занимает слишком много времени. Чтобы они быстрее у нас зашли, я высеваю их на кипяток. Обычной деревянной палочкой или любым подручным инструментом делаем небольшое углубление. Кладем сюда семечко и слегка присыпаем землей. Немножко придавливаем, чтобы сходу у нас сняли семечко. Когда, если грунт слишком рыхлый, растение прорастает. И иногда оно не сбрасывает семечку и вырастает в таком, как шлеме. Так у нас выражаются овощеводы. Дальше такой одноразовый стаканчик желательно прикрыть пищевой пленкой, либо целлофановым пакетом. Но это, как показывает практика, не совсем удобно, потому что пакет постоянно соскальзывает. Пленку, если мы открываем проветривать, она потом у нас скукоживает. Нужно отматывать новую. Я нашла для себя способ. Хочу поделиться им с вами. Может быть, вам тоже он пригодится. В таких целях я использую обычные медицинские бахилы. Так, берем с вами. Раз, и накрываем. Вот такое укрытие могут поместиться у нас свободно от двух до трех стаканчиков. Зато очень удобно открывать, проветривать, смотреть всходы. И, допустим, если у нас в одном стаканчике что-то взошло, мы его убираем на подоконник, чтобы ему было светло. А остальные до всхода снова закрываем. Если мы высеваем в общую тару, то это делать неудобно. В феврале я посеяла острые перцы. Перчик у нас, знаете, он высевается раньше, чем помидоры. Сажала я его в стаканчике 200 миллилитров. И теперь ему требуется перевалка. Обратите внимание, как корневая система заполонила в стаканчик. Ей уже тесно. Растение у нас просится на новое место жительства. Поэтому мы делаем перевалку. Смотрите, как я это буду делать. Аккуратненько вот так немножечко помнем стенки стаканчика. И потихонечку вынимаем перчик. Смотрите, какую корневую систему нарастил мой перец. Значит, ему нравится тот грунт, в который я его посадила. У него комфортные условия для развития. И сейчас мы ему их улучшим. Стаканчик насыпаем земле. Пристреливаемся. Потому что углублять перчик нельзя, если только вот до семидольных листиков. И досыпаем землю со всех сторон. Утрамбовываем. Оставляем немножко места от краев стакана для полива. И все, перчик у нас будет спокойно развиваться, наращивать свою корневую систему и готовиться к высадке на постоянное место жительства в огород на грядке. Дорогие друзья, мне было очень приятно поделиться с вами своими секретами, своим опытом. Я желаю вам хорошего урожая в этом огородном сезоне. Всегда хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин